Привет, земляне! С вами межгалактический гусь. Шутка. Короче, я в очках, чтобы не смотреть глазами в другую сторону, откуда я ее смотрю, чтобы их не видели. Иначе будет это вот так, вот общение. Короче, что произошло? Мы в конце прошлого года взяли пар проектов, которые отняли у нас очень много сил. Но они дали нам практически никаких финансов, но зато дали экспириенс. Мы больше не хотим этим заниматься, такими вещами. И браться мы за это больше, я думаю, не будем. Коммерция не для нас. Зато в том году отличилась Маша, об этом вы увидите дальше в блоге. И это не единственное ее достижение. Я думаю, по названию будет понятно, что там происходит. И в конце года я заинтересовался темой FPV. Я хотел бы, конечно, иметь джайдром за 100 с хером косарей или за 200 там. Но не могу себе позволить это. Поэтому теперь у меня вот такой дружбан. Он уже потрепанный, он уже горелый. Один из моторов сгорел. Все, ждем новый мотор. И, возможно, я встал на резку падений с него в это видео. Ну, а в целом этот влог и последующий, ближайший, о том, как мы проводили прошлый год. Наконец-то я добрался до монтажа. Почему? Все потому, что мы на карантине. Мы с коронавирусом сидим дома, отдыхаем, работаем, монтируем и снимаем. Оля, Тодос. Итак, случилось, что я случилась на марафоне, в московском марафоне в сентябре. Поскольку я человек спонтанный, решение участвовать было принято буквально за считанные секунды. Также быстрее я платила и решила, что да, я бегу. И я немножечко сэканула и решила, что попегу десяточку. Кстати, пакет для участника стоил пять тысяч, это, по-моему, не премиум, а самый обычный пакетик. На самом деле нас разделили на кластеры. На пять кластеров, чтобы не было какой-то толкучки, толпы, мясорубки, мы бежали каждый в свое время. Я бежала в одном из самых последних кластеров, и, честно говоря, было совсем-совсем не жарко. Поэтому я успела промерзнуть до мозга гостей. Вообще, марафон – это целый праздник. И когда к этому нужно относиться не как к спортивному мероприятию, а как скорее к некоторому параду, где люди могут просто круто провести время, насладиться видами города, насладиться, в принципе, окружением единомышленников, а также сделать эти события ярким, особенно бежать в различных костюмах, возможно, со своими друзьями, со своими коллегами. Это действительно грандиозное событие, когда тысячи и тысячи людей приезжают со всей России, чтобы поучаствовать в этом марафоне. И, конечно, я ждала, что это будет масштабно, но чтобы настолько, как только мы стартанули, я поняла, что я в своей тарелке, на своей волне. Это огромное количество энергии, которое и волнение, и эндорфинов, и дофамина, и все это поступает к тебе, и ты начинаешь бег. У меня была моя личная цель – мишировать до 55 минут или 200 километров, желательно пораньше, и просто испытать себя. Ну, я, соответственно, справилась с этой задачей, очень понравилось, чтобы люди, которые поддерживали, кричали всякие приятные вещи, немножко так поднимали твой боевой дух, и я каждому давала пятюню, делилась энергии, такой энергообмен, и это, конечно, кайф. Конечно же, я бежала и думала, как я хочу снимать это происходящее вокруг, как мне нравится, что получилось так здорово, что ушло солнышко, и у меня столько красиво, и голова на одной волне. Когда уже прибежала к финишу, у меня проснулся спортивный такой азарт, я решила, что я прямо ускорюсь, и я ускорилась, почувствовала себя на секундочку спортсменом, наверное, каждый из людей. Включила свою медальку, опять же, где-то там потерялась, на эйфории, все такая, пошла ля-ля ходить, бродить. Сделала батончик, умерзилась энергии, злофотик, и во всех позах, которые возможны, во всех позах морепродуктов, понеслась фотографировать людей. И на этот раз уже я оказалась, скажем так, за бортиком, и я была тем человеком, который поддерживал, кричал радости, ну, потому что, знаете, когда ты 10 километров бежишь, там, больше, 20, ты устаешь, и это огромная нагрузка на организм, даже тренированный. А тут люди, которые идут полный марафон, это дает о себе знать, поверьте мне, когда кто-то искренне тебя поддерживает, кто-то искренне тебя радует, то это действительно приятно, что кто-то может разделить, по крайней мере. Вот, поэтому, возможно, не каждый понимает, весь Тимузберга, весь Кайф, так вот, где ты находишься в одном потоке со своими единомышленниками, это огромная вселенская энергетика. Она заряжает тебя на очень долгое время. Если вы еще сомневаетесь, начинайте тренироваться, начинайте потихонечку бегать по маленьким инстанциям, мало-помалу выйдите на свою дорожку вашей личной победы, вашего километража, который будет только ваш, ваши заслуги. И я вас просто уверяю, что вы поймете, что это настоящий Кайф, но оцените это. Так что давайте бегать вместе. Всех люблю. Все в порядке, все живы, нет? Травма, кажется. Думала, что быстренько побегу, сберу медальку, сберу быстренько вещь и поеду снимать. А в итоге тут еще очередь, чтобы пройти, пытаюсь сейчас как-то забрать свои вещи и гнать. Господи, сделала десятку, даду вот такую медальку. Я молодец. Я все-таки сделала это сегодня, я поучаствовала в московском марафоне, правда не на 42 километра, а на 10. Я, в принципе, была уверена в своих силах, потому что с марта месяца я готовилась, и в среднем за час я пробегаю 10 километров. Сегодня я пробежала без перерывов 10 километров за 55 минут, это мой первый, это мой новый рекорд. Я не устала, то есть если ты физически подготовлена, грубо говоря, 3-4 дня ты посвящаешь бегу и увеличиваешь нагрузку, то десятка тебя покажется, в принципе, не тяжелым испытанием абсолютно. То есть как бы нормально, да, и дыхания хватает, все в порядке, то есть мне даже мало было. Но вот, допустим, в 20-ке, вот даже вот 15 для меня было бы уже тяжеловато, буду готовиться в 20-ке. Вообще это офигительно круто, участвовать в таком массовом мероприятии. Мы сначала сюда зашли, я растерялась, капец. Антона не пустили с самокатом, мне пришлось одно идти. Я растерялась, чуть не заплакала, не понимаю куда, чего, людей просто куча, тьма. Я в шоке. Холодно было, жесть просто. Кое-как нашла, спросила у девочек, которые на мероприятии, где переодеться, получила номеровку, и как приколола, успела на старт и побежала. Ну, это было круто, почувствовать себя частью волны, вот этой вот массовости. Это охренительно, это такая эйфория, ни с чем не сравнимая. Буду ли я еще участвовать, и хочу ли я себя испытать на бойсочке и выигрыш? Да, однозначно. Ребята, мне это такая, это круто. Вообще, я в шоке, я в восторге, и побегу обязательно еще. Ван Ап. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok